Вечер добрый! В эфире программа «В центре внимания». Новость последних дней. Бесплатный проезд на транспорте для людей старшего поколения в 2015 году будет сохранен. Такое решение принял мэр Виктор Павленко. Правда, исполняться это решение будет в новых условиях. На смену талонам на право бесплатного проезда придут электронные карты. Какую цель преследует новшество и как будет внедряться в жизнь? Для ответа на эти вопросы программа «В центре внимания» пригласила к разговору директора Департамента городского хозяйства Владимира Плюснина. Владимир Николаевич, добрый вечер! Добрый вечер! Как я уже сказал, в Архангельске запущен пилотный проект под названием «Электронный проездной». В чем его суть, а главное, есть ли в нем на сегодняшний день необходимость? Вы совершенно правы. С 1 октября мы запустили пилотный проект по использованию электронных поездных карт. В первую очередь я скажу, что целью данного проекта является удобство для пользователей. Это у нас люди пожилого возраста. Все мы уже привыкли пользоваться электронными картами банковскими. Соответственно, схема работы этого проекта заключается в том, что в режиме тестового мы выдаем как электронные проездные, так и бумажные билеты для проезда. При посадке необходимо отдать бумажный и зарегистрировать электронный проезд электронной карточкой. Это позволяет вести учет как перевезенных пассажиров, количество поездок и своевременно и без лишних затрат оплачивать перевозчикам их услугу. То есть, получается, на время реализации пилотного проекта бумажный талон никуда не ушел? То есть, он также сохранился и параллельно с ним электронная карта? Да, совершенно верно. Для удобства, для привыкания и для того, чтобы во время этого пилотного проекта все-таки бумажный билет остается расчетным документом. Наверняка Архангельский муниципалитет обращался к опыту других городов, где эта система уже внедрена и работает долгие годы. Что бралось за основу? За основу был взят город Санкт-Петербург. Ближайший наш сосед – это город Ярославль, в котором уже третий год работает данная система. Мы провели мониторинг данной услуги по России. И вот коллеги из Санкт-Петербурга на этом рынке работают уже достаточно давно, более 10 лет. Мы провели переговоры. Значит, пилотный проект не требует никаких конкурсных процедур по выбору партнера. Поэтому договорились с ними, провели переговоры. В Архангельск уже поставлено оборудование, проведено обучение как кондукторов. С 1 октября мы начали выдавать карты. В пилотном проекте будут участвовать тысяча человек, тысячи карт. На сегодняшний день мы выдали ровно половину, и выдача продолжается. Сроки проекта пилотного у нас с 1 октября по 1 ноября. В этот период мы посмотрим результаты, и как у нас работает данная система. Я так понимаю, что пилотными маршрутами пилотного проекта выбраны четыре автобуса. Это номер 9, 10, 31 и 44. Почему именно они? Эти маршруты связывают все окраины нашего города с центром. А 44-й, кроме того, еще движется через весь город, начиная от Соломболы и заканчиваемого района Фактория. Очень удобная схема, и выборка тех перевезенных пассажиров, оказанных услугами, я думаю, что нам позволит сделать предварительные результаты. В дальнейшем, если эта система будет полностью внедрена, то на всех автобусах муниципального предприятия появятся электронные... Да, по результатам вот этого теста мы проведем анализ. У нас есть компьютерная программа. Это одно из условий прохождения пилотного проекта, которая позволит посмотреть, на каких маршрутах люди больше двигаются, перемещаются. Соответственно, и принять решение о целесообразности применения. В дальнейшем, в 2015 году, при внедрении по оказанию услуги на всем пассажирском транспорте города, на автобусном транспорте в городе Архангельске, в любом случае потребуется конкурсная процедура. Мы должны, согласно 44-го закона, выбрать поставщика такой услуги. Конкурсные процедуры у нас запланированы в первом квартале. С начала второго квартала, если все у нас сложится и будет принято такое решение, с начала второго квартала будет действовать электронный проездной билет для людей старшего возраста. Правильно ли я понимаю, что участвуют даже сейчас в пилотном проекте только муниципальный транспорт и только автобусы марки «Ляс» или это не так? Это не так. Для полноты картины мы провели переговоры с участниками рынка и они, к нашему удовольствию, активно откликнулись. Это частные перевозчики, которые работают на всех маршрутах. В дальнейшем, если будет принято решение положительное о применении электронного проездного билета, в этих перевозках будут участвовать все автобусы, независимо от марки, но при одном условии, что они имеют договор с мэрией города Архангельска на перевозку пассажиров. То есть, все автобусы, которые так или иначе по социальным талонам работают, где обычный пассажир видит надпись, что, как пишется везде, «возим по социальным талонам», то там такая система тоже будет внедрена. Совершенно верно. Будем возить во всех автобусах. Давайте представим, что пилотный проект, который сейчас идет, подошел к концу. Что дальше? Система будет внедрена, если резюмировать, для всех перевозчиков или будет, как вы уже упомянули, избирательный принцип? То есть, те, кто сотрудничают с мэрией, будут, а те, кто нет, должны будут, соответственно, заключить договор. У нас каждый перевозчик, который работает в городе Архангельске, должен иметь договор с мэрией города на маршрут общественного транспорта. Это аксиома, которую никто не должен нарушать. С этими перевозчиками будет заключен договор на оплату социальных талонов. Хотя, вот эти талоны, они уже будут у нас в электронном виде. То есть, привычный бумажный талон со временем уйдет и будет полностью? То есть, привычный бумажный талон, он уйдет не со временем, а с 1 марта 2015 года, при положительном решении, опять же, оговориваясь, удобство будет составлять в том, что сегодня каждое первое число, начало квартала выстраивается длинная очередь для получения этих талонов. Время на получение талона составляет от 5 до 10 минут. Соответственно, очереди бывают очень большими. Сегодня при получении вот этой электронной карты, она, эта электронная карта, она пожизненная. Срок использования у нее не ограничен. Он сгорит, потерять две возможности ее утраты. Внесение данных о поездках, которые необходимо совершить, это 20 поездок занимает при оформленной электронной карте 3-4 минуты. Это примерно так же, как рассчитаться зарплатной карточкой в магазине. Проводим через ридер, набирается код, 20 подъездок заносится моментально. Все удобство. Для выдачи карты требуется 8-12 минут. Мы это уже отнормировали, посмотрели. Поэтому первоначально немножко, в принципе, так же, как и получить бумажные талоны. А дальше уже все пойдет в более автоматизированном виде. К сожалению, необходимость ежеквартально пополнять талоны на карточку, она присутствует. Потому что технические средства сегодня нам не позволяют в режиме смс-сообщения пополнять счет. Я думаю, что к этому придет. Потому что востребованность этой услуги достаточно велика. Сегодня такой услугой бумажные проездные у нас сегодня существуют у студентов, у школьников. Перевозчики предоставляют такую услугу. И для того, чтобы меньше было документов бумажных в портмоне, в кармане, можно все это занести на единую карточку. Вот это наша карта пластиковая. Она позволяет включать в нее дополнительные услуги. Не только социальный проезд, но еще какие-то виды. Или распространять на другие категории граждан. Мы тут только что отметили, что система проездных в общественном транспорте Архангельска внедрена уже достаточно давно. Школьники, студенты пользуются. То есть в перспективе и школьники, и студенты, не только люди старшего поколения, смогут пользоваться электронной картой. Да. Форма этой карты для школьников, и для студентов, и для людей пожилого возраста, которые пользуются льготами, она будет иметь ту же форму. Внутри у нее будет только иметься своя информация. Оплатил человек, есть количество средств на поездку, он им пользуется. А форма, вид будет у всех одинаково. От сферы транспорта, от электронных проездных, с которыми ситуация разъяснилась, давайте перейдем к самой насущной сейчас теме, это отопительной кампании. Она началась, и на сегодня все ли батареи в городе потеплели? Да, совершенно верно. В этом году отопительный период уже начался, уже закончилось понятие пробной топки. Архангельская ОТЭЦ вышла на зимние параметры, то есть температура теплоносителя повышена, самое главное, давление в системе повышено до зимних. И то, что было в начале отопительного периода, в первые дни, когда шло заполнение системы, те жалобы, которые поступали в мэрию города на завоздушивание, на отсутствие тепла по стоякам в отдельных квартирах, на сегодня они практически прекратились. Наша служба 004 ежедневно докладывает мэру города, сколько звонков поступило. За прошедший день было 2-3 звонка на эту тему. И то, разобравшись, мы поняли, что это работа, которую проводит управляющая компания. Знаю, что несколько, а именно 5 домов, если не ошибаюсь, подключились к теплу с задержкой. С чем она была связана и какие выводы можно сделать из этой ситуации? Они достаточно много говорили и в прессе, в том числе. По 5 домам, которые у нас опоздали с включением в общем фоне к теплу. Это дома, по которым управляющая компания отказалась от управления. В августе месяце управляющая компания «Жилкомпроект» увидела мэрию о том, что договор управления закончен и она больше не управляет этими домами. 11 домами, не 5, а 11, она видала по 11 домам. Значит, нами были, согласно законодательству, проведены, мы обязаны провести в этом случае общее собрание собственников, на которых собственники должны определиться с управляющей компанией. По 6 домам собственники приняли решение об избрании в качестве управления управляющей компанией. Управляющей компанией были выбраны разные, не одна, их было три. Тем самым, собственники в 6 домах определились, 5 домов собственники, общее собрание ни очные, ни заочные не состоялись. Время было до отопительного сезона, мы повторно провели и очное, и заочное голосование. Опять собственники не соизволили принять решение об управляющей компании. Надо понимать, что кроме как управляющей компании, как персонала обученного, не может никто зайти в тепловой узел, открыть и проконтролировать подачу теплоносителя в квартиры. Это очень, вроде бы казалось и простая, но в то же время ответственная процедура, которую не каждый человек сможет сделать. В конце концов, было проведено совместное совещание. Мы на конец октября запланировали конкурс по выбору управляющих компаний, коль собственники, это в соответствии с жилищным кодексом, коль собственники не определились с управляющей компанией. И в конце октября мы проведем такой конкурс. До проведения конкурса на три дома была предложена наша муниципальная управляющая компания, город Архангельск. Два другие взяла на обслуживание управляющая компания «Мегаполис». И вот эти две компании в течение трех дней запустили, подключили эти дома к теплу. То есть на сегодняшний день дома, батареи запитаны? На сегодняшний день все дома в городе Архангельске подключены к теплу. А вот вы как рассказали о том, что управляющая компания, точнее никто, кроме управляющей компании, не может зайти в теплоузел, и специалистов, и, так сказать, подготовить его, включить и запитать. В то же время в поселке Экономия, насколько я знаю, сложилась ситуация, не очень для жителей тоже приятная. Пришлось остановить даже работу котельной, из-за того, что управляющая компания как-то не очень компетентно себя повела, и без соответствующих разрешений открыла задвижки, если мне не изменяет память, о чем тоже говорилось в прессе. Да, вы совершенно правы. Такая ситуация в поселке Экономия была. Дома по улице Капитана Хромцова, 3, корпус 1, 3, 1, управляет управляющая компания 7 дней. Управляющая компания 7 дней не получила разрешения у ТГК-2 на подключение этих домов к теплу. Есть разногласия между этими компаниями у 7 дней и ТГК-2. Но, тем не менее, котельная работала. На поселке есть еще жилой фонд, который не относится к этому конфликту. И в том жилом фонде теплоноситель поступал. Кто открыл задвижки, до сих пор мы не выяснили точно, потому что там следственные мероприятия очень сложно проводить. И получился как раз тот случай, когда бесконтрольно были открыты задвижки, и теплоноситель оказался в системе неподготовленной. Были утечки на доме, и теплоноситель просто ушел в подвал. И котельная может нагревать определенный объем теплоносителя без дополнительной подпитки. Вот этот весь объем теплоносителя ушел, и запаса у котельной не оказалось. Эта ситуация очень плохая, очень опасная такая. Почти катастрофическая, если бы это случилось зимой, то последствия были бы серьезные. Здесь котельной пришлось отключить те дома, которые были запитаны, вообще ограничить подачу теплоносителя. И пока котельная не набрала достаточный объем воды для нагрева, она не заработала. На это потребовалось почти 24 часа. Но, тем не менее, там ситуация тоже урегулирована. Тем не менее, да. Управляющая компания под контролем администрации округа, слесарей, вышли и нашли эту утечку, локализовали ее. Дома были запущены. В субботу запускали последние три стояка. Ну и в воскресенье уже во всех домах поселка Экономия была горячая вода. Ну, если говорить о локальных котельных, опять же, звучала разная информация о том, что, например, на Бревеннике котельной создан запас топлива аж 106%, а в то же время на Кега и на Хабарке топливо было завезено некачественно. Вот как удалось выйти из ситуации, как вообще так, скажем, получилось? Ну, на острова мы традиционно поставляем топливо на весь отопительный период. По окончанию отопительного периода на острове Бревенник существовали остатки, которые использовались на острове для того, чтобы подавать горячую воду. Объем, который необходим на начало топительного периода, на прохождение топительного периода поступил в полном объеме. И поэтому вот этих 6% с остатками, вернее, с объемом поступившим сложилось 106%. Это даже очень замечательно, что у нас есть какой-то определенный запас. По острову Кега ситуация сложилась тоже следующим образом. Тот заказ по углю поставщиком был выполнен, завезен на остров, но при контроле качества оказалось, что не соответствует качеству поставляемого угля, который прописан в договоре. Соответственно, Архоблэнерго сделала претензию и отказалась, и потребовала заменить данный уголь. Данный объем топлива был замещен новой партией, которая обеспечила 100% прохождение топительного периода 2014-2015 года. Сейчас решается вопрос по вывозу некачественной партии с острова Кегастров. То есть, так или иначе, никак это не отразилось? Ситуация стабильная, топливо завезено на весь отопительный период, все будет нормально. Кстати, я обещаю достаточно суровую зиму, по предварительным прогнозам. К работе в зимний максимум все наши котельные, все теплоносители готовы. Да, на сегодняшний день можно сказать с уверенностью, что котельные завершили подготовку к отопительному сезону, выполнили план капитального ремонта. Даже сегодня котельные вышли на производственные программы по прохождению зимних максимумов. Жилой фонд подготовлен, паспорта готовности сданы. Так что город и энергетики к зиме готовы. То есть, к работе в абсолютный максимум абсолютно готовы. Хорошо. Владимир Николаевич, спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Напомню, что в студии программы «В центре внимания» был директор департамента городского хозяйства Владимир Плюснин. Обсуждали мы, как всегда, насущные вопросы городского масштаба. Это начавшийся проект по внедрению системы электронных проездных и стартовавший отопительный сезон. Темы, которые, безусловно, будут иметь продолжение, в том числе и в нашей программе. Поэтому следите за эфирами на канале ПС. И до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин